Паразит, который кормится из кармана рядовых граждан. Именно так некоторые депутаты прокомментировали принятый сегодня в парламенте проекту поправка в государственный бюджет на этот год. По словам парламентария, деньги налогоплательщиков, по сути, идут на содержание тех госучреждений, которые на деле служат репрессивным аппаратом парламентского большинства, направленным против оппозиции и недовольных граждан. В свою очередь депутаты ПАС хвалили представленный проект. Не обошлось на заседании без скандала, из которого мы узнали, что бывший замминистра образования Игорь Гросс узнает только один вид книг. Это сберкнижки. После внесения изменений в закон о бюджете на 2024 год сумма, выделенная на здравоохранение, сократится почти на 73 миллиона леев, из которых около 50 миллионов предназначались на развитие и модернизацию больниц. Система социальной защиты потеряет более 820 миллионов леев. На 1 миллион леев будет сокращен бюджет госпредприятия «Железная дорога Молдовы», сотрудникам которого задерживают зарплату на полгода. В то же время власти решили значительно увеличить расходы на оборону и закупку вооружений. Бюджет Министерства внутренних дел вырастет чуть более чем на 153 миллиона леев. Министерство экономики на 88 миллионов, Министерство инфраструктуры еще на 303,5 миллиона леев, а Министерство обороны получит дополнительные 9 миллионов леев. Согласно проекту, внутренний и внешний государственный долг на данный момент составляет около 110 миллиардов леев. Однако к концу года, как заявил министр финансов, он может вырасти до 124 миллиардов леев. Проект поправок в госбюджет вызвал массу критики со стороны оппозиционных депутатов. Депутат парламентской фракции блока коммунистов и социалистов Петр Бурдужа заявил, что изменения в бюджете текущего года тяжелым бременем ложатся на плечи граждан. На наш взгляд, поправки в этот бюджет тяжким бременем ляжут на плечи граждан. Точнее, это как паразит, питающийся из карманов рядовых граждан. Уважаемые граждане, поймите, куда мы идем. То есть мы платим, как платили налоги и сборы до сих пор, но мы будем платить их более строго, с более строгим учетом. И все, что мы оставим, никоим образом не пойдет на улучшение качества жизни, на улучшение благосостояния простых граждан, потому что эти деньги пойдут непосредственно на возврат кредитов, которые мы до сих пор набираем. Представители оппозиции также возмутились, что предлагаемая экономия бюджетных средств происходит за счет бюджетников, пенсионеров, детей и инвалидов, в то время как расходы на содержание силовых органов и чиновников, лояльных действующей власти, наоборот, увеличиваются. Но самое главное, что должны знать граждане об этом проекте, так это конкретные цифры, которые мы получили. А именно, что расходы на здравоохранение и социальную защиту уменьшатся на 768 миллионов лей. При этом на 153,6 миллионов лей растут расходы на МВД. Да, это МВД, которое сегодня запугивает граждан, отнимает листовки, не может придумать, как бы наказать оппозицию, при этом пытается выполнять все незаконные решения так, как им поручили вы. Но самое главное, куда уходят эти деньги? Мы видим, что МВД получает дополнительно 150 миллионов леев. Увеличиваются расходы на прокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Высший совет магистратуры, то есть тех государственных учреждений, которые выполняют роль репрессивной машины парламентского большинства в отношении оппозиции и недовольных граждан, считают оппозиционные депутаты. Фракция блока коммунистов и социалистов отказалась поддерживать предложенный правительством законопроект. Лидер блока Победы Илон Шор также прокомментировал изменения в законе о бюджете. В своем посте в социальных сетях он написал, что приоритеты режима Санду далеки от интересов граждан. Вместо бюджета жизни нынешнее правительство утверждает бюджет войны. Пока пенсионеры считают копейки, а больницы нуждаются в новом оборудовании, кабинет министров увеличивает расходы на оборонку. План Санду в действии. Страна превращается в закредитованную колонию Запада. А колонии не развивают, их разоряют, написал Шор в социальных сетях. В свою очередь депутаты ПАС наоборот хвалили бюджетные поправки, вытащив из-под полы дежурный нарратив про угрозы для страны. Предлагаемые поправки к закону о государственном бюджете на 2024 год отражают наше стремление реагировать на текущие вызовы, а также ответственно инвестировать в будущее нашей страны. Перед пленарным заседанием народные избранники получили по отпечатанному экземпляру новой редакции Конституции. В нее вошли все изменения, касающиеся евроинтеграционного вектора, одобренные на недавнем конституционном референтуме, который состоялся 20 октября, а также поправки о провозглашении румынского языка официальным государственным языком. Депутат Диана Караман раскритиковала откорректированную ПАС Конституцию. Не успела стыть след от прошедшей предвыборной кампании. Самой грязной, нечестной предвыборной кампании за всю историю существования Республики Молдова, последствия которой мы после освобождения Молдовы от узурпации власти и всех институтов будем пересматривать 100%. И то, что вы напечатали сегодня эти книжки, заберете себе домой, будете держать их на полочках. Это и ее высказывание не понравилось председателю парламента. Игорь Гросу вынес Диане Караман два предупреждения. Одно за то, что она назвала Конституцию книжкой. Второе, потому что она сделала какие-то заявления в зале, которые не были слышны, потому что она не говорила в микрофон. И Гросу посчитал это наглостью. Это Конституция, а не книжка. Книжка это у коллеги, который рядом. А именно Сберкнижка. В итоге проект поправок в госбюджет на 2024 год был принят в первом чтении голосами 58 депутатов.